всем привет это бигди сейчас я нахожусь в тбилиси в грузии у меня шикарное грузинское вино ваше здоровье вкусный дымный кальян и по этому поводу я хочу рассказать вам о кроссовках которых я езжу в свои отпуска последние три года это 5 джорданы отличные шикарные и неубиваемые кроссовки которые не подводят меня не только на улице но и на различных баскетбольных площадках а бонусом я расскажу вам как они ведут себя на паркете и остаются ли игровой баскетбольной обуви спустя 27 лет с момента выпуска и так начнем с истории 1990 год джордж буш восседает второй раз на посту президента сша сборная на тот момент еще фрг обыгрывает финале чемпионата мира по футболу аргентину ведомой марадонной в москве на пушкинской площади открывается первый макдональдс но все эти культурные события для любого сникер хеда меркнут и отходят на второй план а все потому что в 1990 майкл джордан совместно с найк выпустил свои легендарные пятерки джордан на тот момент был главной звездой лиги которая нужна была подобающая обувь создать кроссовки для его воздушества снова предстояло тинкеру хэдфилду на этот раз вдохновение тинкер нашел в небе в буквальном смысле и вот так сильно впечатлил мустанг истребитель времен второй мировой что многие визуальные и инженерные решения он взял именно из этого самолета главным и пожалуй самым правильным решением создание новой модели было решение сохранить видимый баллон r уже ставший визитной карточкой линейки именных кроссовок майкл из новшеств сразу же бросались глаза языки пламени по бокам большая прозрачная пластиковая вставка там же еще в этой модели дебютировал лейс лук который стал неотъемлемым элементом пятерок новые кроссовки явно пришли с майкл по душе уже четвертый раз подряд он по итогам сезона становится самым результативным игроком мб этот раз он набирал в среднем 33,6 очка за матч что позволило ему с легкостью оказаться шестой раз подряд на матче всех звезд и войти в первую символическую пятерку сезона первую пятерку по защите также тот год для буллс ознаменился новым клубным рекордом по количеству побед в сезоне теперь в этой графе была красивая цифра 55 свой поход по плей-офф майкл завершил в черной версии пятерок которые помогли ему набросать в корзину детройта бэдбой 47 очков но это не помогло обыграть плохих парней в седьмом матче финала восточной конференции однако все поняли что майкл почувствовал вкус крови и готов всех наказывать и всей лиге придется с этим считаться у джордана все было в порядке и в поп-культуре модель мелькала с экранов многих телешоу особенно часто пятерки можно было увидеть в культовом сериале с уилл смитом фреш принц интересно что в этом ситкоме персонаж у уилла успел перемирить все существующие на тот момент расцветки air jordan 5 отлично все было с точки зрения рекламы продвигать новинку попросили спайка ли который пытался разузнать у майка в чем секрет его феноменальной игры и повторял фразу которая потом стала очень популярной признайся майк все дело в кроссовках и вообще расцветок этих шузов было выпущено бесчисленное множество меня же расцветка приурочена к двадцатилетнему юбилею фильма спейс джем выполнена в цветах ассоциирующихся с этой замечательной картиной хотя стоит признать что в съемках самой клинокартине пятая модель не участвовал меня же подкупило то что эта расцветка была из серии и ремастер а это означает что кроссовки выполнены действительно качественных и премиальных материалов да да вы не ослышались уже давно знают все что за найк и джордан бренд частности есть грешок в качестве перевыпускаемых моделей и хотя джордан сам по себе позиционируется как премиальный бренд баскетбольной обуви но покупая обувь за 200 долларов вы не всегда получаете качественной модели к сожалению вот такая грустная правда жизни в современном мире маркетологов для меня пятерки стали одной из самых любимых моделей потому что они безусловно удобные и носки в этих кроссовках я объехал и стопкал множество городов и стран своих поездках и как вы видите они все еще в отличном состоянии не читая небольших потертостей и заломов на коже которое стоит отметить от меньшего качества пятки кроссовок видимый баллон air что может быть лучше для долгих прогулок и экскурсий вы всегда можете рассчитывать на его мягкость и уют передней части тоже есть небольшой баллон но он почти не чувствуется вся остальная мицоль выполнена из эвы это уже доисторический амортизационный материал ему далеко даже до пилона робко стандартная для ретро переизданий очень удобен лейслок я не вставлял шнурки в верхние петли и не завязывал их а просто после обувания затягивал лейслоком и этой фиксации вполне хватает для комфортного ношения и происходит все быстро вставил ногу подтянул шнурки и можно идти язычок крепится резинками что обеспечивает дополнительную фиксацию стопы и создает подобие цельного сапожка эдакий прообраз получивший развитие следующих моделях в кроссовках очень много набивки и нога в них безумно комфортно правда это не лучшим образом сказывается на вентиляции за которой отвечает окошки по бокам и перфорация на язычке но их явно недостаточно нога потеет но не сильно также пятые ажоры часто выручают меня в поездках когда неожиданно подворачивается возможность поиграть побегать с местными в баскет а игровую пару я не брал с собой и сейчас я постараюсь ответить на вопрос является ли джордан 5 игровыми баскетбольными кроссовками спустя 27 лет страшная цифра да какая с момента их оригинального выпуска или же сегодня это исключительно лайфстайл модель с тракцией все в полном порядке плоская широкая подошва с подметка из разных составов резины и традиционная елочка не оставляет шансов каким-либо проскальзыванием и это честно говоря меня удивило я ожидал намного более худшего в нашем пыльном зале а вот с амортизацией не все так просто на бумаге баллон в пятке и носке должны отлично гасить какие-либо нагрузки но митсоль в передней части очень жесткая такое ощущение что там вообще нет никакого дополнительного баллона air а может и правда нет последнее время на и к джордан любят экономить на перевыпусках приземление получается жесткими отдают в колени и спину и пяточный баллон совершенно не спасает а может быть из-за не очень толстой и жесткой митсоли чувство корта будет на высоте опять нет все дело в очень широком носе шузов у меня нога узкая и достаточно длинная связи с этим шнурки фиксирует стопу отлично везде кроме передней части со широкого строения кроссовка очень сложно затянуть первые петли так чтобы пальцы были плотно зафиксированы в принципе это не очень сильно мешает нога почти не ездит по стельке но есть два но первое при очень редких остановках пальцы неприятно втыкаются в жесткую кожу носка и второе снижается мобильность не получается быстрый первый шаг ну никак как я уже упоминал вентиляции почти нет сетчатые окошки по бокам и по всей длине язычка не особо помогает попадать воздуху в цельный кожаный кроссовок но на мое удивление паровой бани особо нет в кроссовках огромное количество набивки которая может питать огромное количество влаги двухчасовая тренировка это отлично доказала единственное после нужно хорошо просушить пару опять же такое количество набивки положительно сказывается на комфорте и безопасности если бы впечатление не портил жесткий носок и дубовая мицоль было бы полное ощущение домашних тапочек надежно фиксирующих вашу стопу а широкая подошва добавляет устойчивости в очередной раз нельзя не отметить носкость за время тестирования не появилось ни одной новой царапины хотя наступали и цепляли пятерки бесчисленное количество раз иногда создавалось впечатление что специально в итоге я не могу посоветовать этих красавцев как игровые кроссовки сейчас почти любая современная модель будет комфортнее именно на паркете но если перепечеты вас вызовут на battle а с собой ничего кроме пятерок не будет они вас не подведут и не дадут ударить грязь лицом как вы видите 5 джорданы отличные кроссовки несмотря на свой преклонный возраст в 27 лет а ценник 190 долларов неплохое предложение за неубиваемые шузы и возможность прикоснуться к истории великого майкла с нучи бучи друзья спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои впечатления в комментариях а также обязательно заходите на сайт кроссовки точка нет